В Славянском районе вольная борьба пользуется заслуженной популярностью. Юные спортсмены из нашего муниципалитета не раз подтверждали свое мастерство на престижных соревнованиях. И сейчас они имели отличную возможность побороться за лидерство. 220 спортсменов из 8 регионов – Республик Крым, Калмыкия, Адыгея, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Севастополя и Краснодарского края – приняли участие в представительных соревнованиях. Спортсменов, тренеров и судей приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Мне приятно, что такого уровня чемпионат, соревнования проходят именно в Славянском районе. Он объединяет гостей и спортсменов в гости регионов нашей славной Родины. Поэтому эти соревнования для кого-то сегодня станут судьбоносными. И возможно кто-то отберется на первенство России, чего я вам всем желаю. В спорткомплексе «Лидер» есть все необходимое, чтобы достойно провести первенство Южного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. И главный судья соревнований был уверен, что все пройдет безукоризненно. Здесь в этом же зале прекрасно все сделано очень комфортно, скажем так, для проведения соревнований. Вот уже взяли уровень Южного федерального округа. Здесь это значимое соревнование, потому что здесь уже выход финалистов на Россию. Благодаря тренерскому составу здесь ребята очень сильно включились, скажем так. Их тут немного тренировал. Хотелось бы, чтобы больше присоединялось к тренерскому составу Славянского района. Но ребята тут очень постарались, скажем так, чтобы провести этот федеральный округ. В зале лидера собрались перспективные ребята, по-настоящему увлеченные своим видом спорта. И славянские борцы, выступающие за Краснодарский край, хорошо подготовились к первенству. Наши ребятки будут защищать честь Славянского района на этих красивых хавраг борцовских. Я думаю, что у них получится. Подготовка велась, скажем так, хорошая. И удаленка нам не помешала. И открыли залы. Мы в залах начали работать. Так что надеемся на хороший результат. Здесь на нашем ковре команды очень достойные. И соперники очень достойные. Так что будет очень интересно. Я лично упорно готовился к этим соревнованиям, ждал. Вместе с тренером. Тренер мне очень помогал. Рассказывал, как лучше выиграли. И будем очень стараться. Настрой боевой. Борьба была напряженная и зрелищная. Все очень старались. Нередко, при практически равных силах спортсменов, борьба была настолько острой и принципиальной, что исход поединка мог решить один правильно проведенный прием. И, конечно, победителями стали достойнейшие. Я очень рада, что победил в упорной борьбе. Я очень долго шел к этой цели. Вот все победил благодаря моему тренеру, который долго годы меня тренировал. Вольная борьба для меня – это значит все. Это самое главное в моей жизни, можно так сказать. Я к этому отношусь с желанием. Да, конечно, я рад. Просто настроился и учил. Сделал то, что должен был сделать. Больше ничего нет. Славянские борцы выступили достойно. Денис Лисуненко в весовой категории до 65 килограммов был награжден золотой медалью первенства. К победе его привел тренер Юрий Курячий. Воспитанники тренера Владимира Васюка Дмитрий Корниенко в весовой категории до 65 килограммов и Роман Саусь в весовой категории до 80 килограммов завоевали бронзовые медали. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа «События».